Давайте теперь осудим, что же делают эти метахондрии. Произошли и у креатические клетки сейчас. Все животные, растения, грибы, большую часть из них содержат метахондрии. И что же выполняют метахондрии? Ну, в первую очередь, метахондрии синтезируют такую молекулу АТФ, которая является энергетической валютой клетки. То есть, фактически, метахондрии обеспечивают энергией клетки. Отсюда следует вывод, в каких тканях, давайте я вам задам такой вопрос, в каких тканях должен быть больших силу метахондрии? Мышечно. А еще? Вот у вас сейчас какая ткань, какие клетки работают? Меркные. Да, там тоже очень много метахондрии. Там, где очень много тратить энергии, клетки метаболически активные, там обычно много метахондрии. Вот тут приведен пример среза мышечной ткани. Вот, собственно, сами мышечные волки, а между ними, прямо с точки зрения, такие метахондрии. Ну, метахондрии выполняют и другие функции, не только энергетическую. В метахондриях происходит синтез некоторых жизненно важных для клеток химических соединений, гемов, железо-серных кластеров. Пока это не нужно, наверное, там запоминать, когда поступите в университет и будете тут учиться, нам надо про это рассказывать. А там происходят какие-то другие металлические реакции, например, расширение жирных кислот. Метахондрии важны для переваривания жира таким образом. Метахондрии являются резервуаром для некоторых веществ, например, для кальция. Интересно, что у нас в цитоплазме клетки очень-очень мало кальция, просто фактически нет детектированного количества. В метахондриях его много. И при определенных обстоятельствах, например, при активации программированной клеточной смерти, этот кальций может выходить из метахондрии и запускать какое-то событие. Ну, вот тут же и написано, что метахондрии играют важную роль в регуляции программированной клеточной смерти апоптоза. Действительно, в метахондриях спрятаны из метахондриальной мембраны и спрятаны некоторые белки, которые, выйдя из метахондрии, запускают какие-то дальнейшие каскады, которые в дальнейшем убивают клетки. То есть метахондрия это как бы часть... Помните, на прошлой лекции я показывал сложную схему, и вот одна из центральных частей, такой хаб, как это назвали сейчас, такой узел в этой сети, это митохондрия, и выход вот этих белковых факторов из митохондрии является обычным же симптомом необратимой активации каскада клеточного саморазрушения. Я уже сказал, что митохондрия это мембранная органелла, что наружная мембрана в нее достаточно проницаемая, через нее большую часть молекулы могут проходить, а внутренняя мембрана непроницаемая, через нее пропускаются только вещества, только под строгим контролем, локализованных в этой мембране белков. Еще что интересно, что внутренняя мембрана образует такие складки, видите, это хорошо видно на фотографии на электронном микроскопе, видите, тут тоненькая наружная мембрана, не знаю, можно ли это отследить в зале глядов, а внутренняя мембрана, видите, образует такие длинные впячивания. С чем это связано? Это связано с тем, что некоторые белки, которые, собственно, выполняют митохондриальные функции, которые обеспечивают работу митохондрии, не плавают в матрицах, во внутреннем пространстве митохондрии, а расположены на мембранах. И чтобы сделать побольше этих белков, нужно сделать как можно больше поверхность внутренней мембраны. И поэтому вот эта внутренняя мембрана образует как бы такую гармошку, вот эти складки. Метахондрия содержит пигменты, белки, которые работают в митохондриях, обычно окрашены. И митохондрия есть практически во всех клетках эукариот, во всех клетках как многоклеточных, так и одноклеточных животных. Но, например, у нас с вами есть парочка тканей, в которых нет митохондрии. Что это за тканя? Эритроциты. Ну, а еще, вот эритроциты все знают. Тут вот можно догадаться, в какой ткани нам митохондрии будут мешать достаточно сильно. Костная ткань? Что? Костная. Ну, в костной нет, там есть митохондрия. Да, совершенно верно. В некоторых клетках, которые формируют хрустали глаза, нет митохондрии. Потому что, если бы они там были, там бы были вот эти пигменты, которые содержатся в митохондриях, и они бы нарушали бы оптический сталик. А поскольку у нас достаточно хорошее зрение, но вообще у человека в лучшую сторону выделяются по сравнению с большим количеством других животных. Клетки хрусталиков, когда формируется хрусталик, там митохондрии уничтожаются. А в эритроцитах митохондрии просто, потому что это достаточно маленькая клетка, и очень уже сильно дифференцированная, и поэтому там как бы все настолько оптимизировано, что места митохондрии тоже не остается. Некоторые парадетические простейшие, например, в Лиангрии, тоже лишены митохондрии. Однако, еще вот в учебниках, которые издали где-нибудь в 2000 году, написано, что вот эти простейшие, это примеры эукариотической клетки еще до того, как она захватила митохондрию в виде эндосимбионта. Но на самом деле сейчас стало понятно, что эти простейшие, когда-то раньше, в их далекие предки, этих простейших имели митохондрию, а сейчас потеряли. Как вы думаете, как ученые догадались, что далекие предки вот этих Лиангрии потеряли митохондрия? Ну да, совершенно верно, по ДНК, как мы обсуждали несколько слайдов выше, в нашем ядерном геноме содержится некоторая гена, полученная от эндосимбионтов, и когда стали определять последовательности ДНК направо и налево, сейчас это все проще и дешевле делается, то выяснили, что эти простейших исторично потеряли митохондрии, а их предки были довольно сложнее с митохондриям. Раз митохондрия такая важная, то очевидно, что нарушение работы митохондрии приведет к различным болезням. Болезни, связанные с нарушениями работы митохондрии, обычно проявляются либо в каких-то нарушениях работы мышц, либо в каких-то нарушениях работы нервных клеток. Но это как раз и связано, что в этих тканях, в этих клетках больше всего митохондрии, и эти клетки в первую очередь страдают от каких-то нарушений функций митохондрии. Часть заболеваний, связанных с митохондрией, только часть достаточно существенная, связана с мутациями, которые происходят в митохондриальной ДНК. Мы обсуждали, что митохондрик сохранился в свой маленький дином, который кодирует около 20 генов, и иногда там происходят какие-то мутации, которые могут дальше передаваться по наследству, и есть некоторые наследственные заболевания, которые связаны с мутацией в митохондриальной ДНК. Что интересно, что все мутации, связанные с митохондриальной ДНК, передаются только по материнской линии, поскольку митохондрик, мы получаем митохондриальную ДНК исключительно от матери. От отца митохондриальная ДНК детям не передается. Таким образом, если у нас был здоровый отец, рассмотрим пример, например, синдрома Лебера. Если родитель детей был здоров, а мама больна, то все дети окажутся больны этим синдромом, потому что все они получат митохондриальную ДНК матери. Или наоборот, если был отец носителя этого наследственного заболевания, а мать имела нормальную митохондриальную ДНК, то все дети будут здоровы. Что очень интересно, то, что митохондриальная ДНК передается по наследству исключительно по материнской линии, обозначает, что у вас всех, у меня тоже, наша митохондриальная ДНК точно такая же, как и у нашей прапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрабабушки по материнской линии. Она точно такая же, но, может быть, там произошла когда-нибудь одна или две не очень значительных изменения мутации, но, в принципе, это вот та же самая ДНК. Мне кажется, это очень интересно. Давайте двигаться дальше. Мы обсудили, что митохондрия, какие функции выполняют митохондрия, что плохо, когда эти функции перестают выполняться достаточно эффективностью. А теперь перейдем к последнему вопросу нашему. Сколько митохондрии в клетке, как вы видите, обычной, ну вот в этой конкретно? Ну, это кто-нибудь, число? Тысяча. Тысяча? Нет, по-моему. Пятьсот? Да. Это такой провокационный вопрос. Значит, это клетка, эукариотическая клетка, клетка Хиля. Это очень интересная клетка. Это линия клеток, полученная из раковой опухоли от девушки Генриет и ЛАЗ. И сейчас это наиболее широко используемая в лаборатории клетка. Тип-тип клеток, которые практически есть в каждой лаборатории. Сейчас суммарная масса всех этих клеток составляет там несколько десятков тонн. Вот если собрать все клетки из лабораторий. Вот, эта девушка, к сожалению, умерла от рака. Она болела раком, у нее взяли клетки на пробу. И сейчас вот эти клетки распространились в целом миру, используются в лабораториях. Вот она, кстати, умерла. У раковых клеток обычно очень большое ядро и относительно объема общего опухолиных клетоклазмы. И в этой клетке покрасили специальным флуоресцентным красителем метафондией. Так что красным цветом это обозначено метафондией, не зеленым, а зеленым тут другой белок покрашен. Но провокационность этого вопроса в том, что, в общем-то, некорректно. С чем это связано? Это связано с тем, что метафондия в наших клетках представлена не в виде отдельно плавающих, как бактерий, органелл, а в виде сети. Представьте себе такую сложную-сложную сеть. Причем сама структура этой сети постоянно меняется. Какие-то элементы сети периодически сливаются, какие-то делятся. То есть представьте себе, например, нашу схему метро. И постоянно какие-то линии перекрывают, какие-то станции соединяют заново. Вот приблизительно так и устроена метафондриальная сеть влажной аукариотических клетках. Ну, в большей части аукариотических клеток, в нашем плане. Эта сеть постоянно меняется. Это связано с тем, что метафондрии постоянно сливают в ЕЦ. То есть отдельные метафондрии, которые находятся в клетке, могут слиться, а могут поделиться. И этот процесс происходит, в общем, даже когда клетка ничего не делает, просто наполняет свою функцию в составе ткани. К этому процессу сейчас привлечено достаточно много внимания. И ученые много изучают то, как метафондрии делятся и сливаются. Вот на этом слайде проведена другая клетка кипромаста. Вот так она выглядит в норме. Красная опять у нас покрасила метафондрия. А вот эти два слайда, это слайды клеток, в которых были нарушены процессы слияния и деления. Кто-нибудь не может сказать, в какой из этих клеток были нарушены процессы слияния метафондрии и в какой возникло нарушено деление? Ну давайте. Вы нарушены процессы слияния, но все это было не просто. Да, совершенно верно. Когда заингибировали, подавили, нарушили процесс слияния, то метафондрии продолжили делиться и постепенно развалились до маленьких-маленьких шариков, когда уже дальше они делиться просто не смогли. И вот ученые увидели вот такую клетку с, так называют, фрагментированной метафондриальной сетью. А вот в этом случае, наоборот, все метафондрии сливались, сливались, так и не делились. И видно, что тут эти длинные-длинные метафондрии и свободных окончаний метафондрии намного меньше, чем в этой контрольной клетке, которую можно использовать в качестве сравнения. Зачем это происходит? Почему наши метафондрии постоянно сливаются и делятся? Ну, в некоторых случаях это понятно. Например, когда у нас клетка поделилась в результате метоза на две новые клетки, нужно как-то разделить метафондрии на две образовавшиеся клетки. Ну и для этого надо, чтобы метафондрии умели делиться. Но, тем не менее, процессы слияния, деления и перестройки сети происходят несколько чаще, чем это было бы нужно просто для того, чтобы распределять по новообразовавшимся клеткам метафондрии. Зачем это нужно, на самом деле, до сих пор непонятно. Это очень интенсивно изучают. Наиболее современный ответ на данный вопрос связан с тем, что в наших клетках происходит постоянный контроль качественным метафондрии. Вообще, представьте, давайте вернемся к нашей первой лекции, и представим, что... Как вы думаете, что устроено сложнее? Человек или автомобиль? Человек. Ну, я тоже думаю, что у человека больше узлов, более сложная регуляция и так далее. А при этом представьте себе автомобиль, который он с 30-летнего возраста. Он, скорее всего, будет там... У него почти все будет не работать. А человек в 30 лет, в общем, еще себя будет вполне прилично чувствовать. Чем это связано? Ну, это частично связано с тем, что в человеке постоянные процессы репарации, подчинки, позволяя свои компоненты. То есть, на самом деле, такая сложная система будет очень быстро ломалась, постоянно себя не чинила, не контролировала качество своих каких-то элементов. Вот в частности, клетки, наши свои клетки, контролируют качество метафондрии. Что значит качество метафондрии? Ну, в процессе работы в метафондриях могут появляться какие-то вредные вещества, с которыми метафондрия не может ничего сделать. Вот на этой схеме эти вредные вещества, это агрегаты белков, обозначены черным. Вот метафондрия росла, выполняла свою функцию, и тихоньку появились вот эти белковые агрегаты. Потом есть механизм, которым эти агрегаты скапливаются в каком-то одном месте, метафондрия разделяется, и получаются две маленькие метафондрии. Одна из которых вообще лишена этих вредных веществ, а другая, наоборот, в другой метафондрии, наоборот, концентрация этих вредных токсических веществ повышена. Вот эту метафондрию клетка уничтожает. Есть специальная система аутофагии, когда клетка пожирает метафондрию, и часть содержимого листоплазма перерабатывает их на питательные вещества. А другая часть метафондрии сливается обратно с сетью. Давайте сейчас мы это рассмотрим на примере одной метафондрии, но только теперь давайте представим, что это все происходит в виде вот этой нашей сетки. Какие-то участки этой сетки отпочковываются, проверяются на то, что хорошие они или плохие. Если плохие, то уничтожаются в процессе аутофагии. Если хорошие, то сливаются обратно с этой сетью, и вот это постоянно происходит с нашими клетками. Если это интересно, то нарушение этого процесса, по всей видимости, как-то связано с такими важными, очень распространенными заболеваниями, как болезнь Паркинсона. Потому что в людях, болеющих болезнью Паркинсона, часто обнаруживают мутации, в которых нарушен вот этот процесс контроля качества метафондрии. И уничтожение метафондрии в процессе аутофагии. Ну, приблизительно этим и мы занимаемся у нас в лаборатории в научно-исследовательском институте физических веществ и биологии Белозерского. Пытаемся аналогичный процесс изучать на грибах. Спасибо.